Девушки отдыхают Душевный покой окутывает нас Я голод чувствую Придумали йогу до завтрака Че, ты еще ж бегать потом Ёлки зеленые Женочка, побудьте пока в позе ребенка Эмбрионы Уводим левую ногу Вперед Выходим в позу воина Руки параллельно полу Колено над пяткой Смотрим поверх левой руки А ты чего отлыниваешь? Поза воина специально для тебя Я к строевой службе Давно уже не будем Вот тебя в телу поддерживать А ты от любой службы отлыниваешь Че ты начинаешь? Ну что, тут Кормили нормально? Я бы тебе показал А то с этими диетами Не движ На утренний пробеж Чего не двинешь? Слушай, мы за оздоровление, между прочим, бабки платили Смотри, как все работают Стараются Кистрой не подтянутые Выходим в позу космоса Опускаем левую руку вниз Правая рука уходит вверх Взгляд поверх руки в потолок Тебе что ты на них пялишься? Неудобно Удобно Посмотри, какие отношения А ведь видно, что Давно уже женаты И дети Ой, ой, смотри, смотри Идет Смотри, за ручки держится Бери ты, у тебя потная Не трогай меня Ну, а как тебя за руку держать С твоим-то характером? Как он на нее смотрит? Как? Нежная Смысль? Руки через стороны Вдох Опускаем у груди На этом наше занятие заканчивается Все спасибо Намасте 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 Кто в этой богодельне круче всего? Мы Договорились же называть это место здравницей, а? Точно, мы здесь здоровеем день это дня Я понимаю, для тебя это тоска невообразимая Надо мне сбросить последние эти пять лишних килограмм А ну, лыжню А ну, лыжню Оздоровительные богодельни Давай со мной А-а-а Салаты будете? Пожалуйста Паша Пожалуйста Приятного аппетита Ну, хватит уже Травы мужа пожалела Это вы идеальные Не пришли Эти голубки, кажется, сегодня даже завтракать не придут Ну, угоморились наконец-то Рядом с ними чувство неполноценности развивать У меня тоже Чувства? У тебя? У меня чувство твоей неполноценности Куда ты? Спят Во-первых Они не спят Я видела, как они шли на утреннюю пробежку А во-вторых, я уверена Что они поднялись к себе в номер И вместо столовой Завалились в кровать Я говорю, спят Супруги в кровати не только спят У них нормальная, полноценная жизнь Вообще-то у них не совсем семейная жизнь У них семейная жизнь, как в голливудском фильме Да ладно, они не муж и жена Все об этом знают Любовь Никки Ну да Я же говорю Ненормальные отношения Они просто вместе отдыхают Ну, легкие отношения Сейчас так многие живут Ну Каждый живет своей жизнью А вместе Отдыхают, встречаются Ресторан, кино А вы не знали, они сами рассказывали Нес, я не знала А вы тоже Свободные отношения? Мы нет Мы в браке Долго и прочно В железобетонном браке Взгляд в сторону не рекомендуется Да может, они и право по-своему Ешь, давай Подожди, ну подожди, пожалуйста Дай мне немножко отдышаться Куда ты рванул-то? Подальше от их проклятой морковки Ой Илюш Так ты понимаешь, что мы очень Теперь далеко от санатория? Надеюсь, очень далеко Подожди Мы теперь ведь не успеем К овощному завтраку Илюш Останешься голодным До обеда Только ради тебя я готов Жрать траву Пить отраву И валяться в ванне С вонючей водой Только ради тебя Тогда стоять назад Мы еще успеем компоту Стой, стой, стой Подожди Считай, компот уже потом Ничего себе Интересно, а что-то диетическое Там есть? Конечно, есть Не видишь, повар скосил Всю траву в округе Здравствуйте, гости дорогие Добро пожаловать Ваш столик ждет Ой, нет-нет У нас спортивная диета Илья, ты что? Обидеться Ну да Проходите Какая прессия? Надо было сидеть на этой Зверской диете Чтобы вот так в один день Взять и обнулить Наши страдания Вот я чувствую Как у меня жировые клетки Они просто Множатся, множатся, множатся Все-таки я здорово Влюблен в тебя, Мариша Да поздно ты это осознал Мы вот год вместе Мне как психологу интересно Что привело тебя к этому Выводу? Ну Ни одной из моих бывших Женщин не удалось бы Затащить в этот Санаторий Еще? Еще? Вот тебе еще Сто из ста Сейчас бы спросили меня Много ли у тебя было женщин? Что? Ты молчишь Мне интересно? Мне интересно Интересно же Ну спроси Ну много, наверное, было Ну а зачем мне знать? Жениться на меня не собираешься? Это что, плохое дело? Нет Слушай, по-моему После желания убить кого-то Желание жениться Самое разрушительное А что я тебе говорю? Ты же сама знаешь В каких упырей превращаются Женщики Да? Хорошо, ты психолог Вот к тебе Неженатые часто обращаются? Не подсчитываю Но Крышу может любому снизить Да, ну ты вот посчитай когда-нибудь Вот я уверен, что у семейных Депрессия намного чаще Ну естественно Их годами мутит друг от друга Мутит И пускай сейчас разбежаться Нет, нет Что ты Они вцепились в идею семьи С семьи до гроба Пусть в ненависти Пусть уже от поцелуя Своей любимой Тошнит Тебя не тошнит от моих поцелуев? Твоих Маринка Да меня просто трясет Когда я вижу тебя Нет, серьезно Меня колотит Уже сороковник А я прям Не знаю, ну всякое Всякое было Ну такой вот первый раз Говорите, говорите Вообще Телефон Да ну его Алло Кирилл, ну я же сказал, что до завтрашнего дня я в отпуске Да мне неинтересно Слушай, все, все, остановись Успехов тебе трудовых И счастья в интимной жизни Все, пока Уверен? Да уверен, да зато только ты и я Все Тогда я считаю Сегодняшний завтрак Успешным завершением Эксперимента по здоровому образу жизни Принимается Ну не отвечай Посмотри, вдруг с работы Ну не бери У меня пациенты Да, алло Запиши его ко мне на завтра на утро Пока Или уж И ужа Надо сегодня уехать Ну надо, значит уедем Красивая пара У них могли бы быть прекрасные дети Да им похоже и так неплохо Ничего подобного Завтра он встретит кого-нибудь помоложе И гуд бай, Мариночка Жаль уезжать Я прожила семь потрясающих дней Спасибо тебе Прочь лишние килограммы Здоровье в массы Зачем ты так? По-моему они нам завидуют А чем нам завидуют? Ну как? Мы счастливые, свободные Неувешанные детьми Тещами-свекровами Долгами по ипотекам Ой Да Короче, не люди, а призраки Вот для чего нужен мужчина Настоящий Настоящий Сейчас А ты думала Слушаюсь Может тебе помочь с вещами? Нет, нет, я сама справлюсь Точно? Да, да, нет, все нормально Ну ладно Пока Не пропадай, звони Все будет Покину тебя Пока 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот. Хорошо, хорошо. И сбрасываешь. Как я сбрасываю? Ну как, я не знаю. Сбрасываешь напряжение. Зачем? Так там новая тема пошла. Ну замечательно, новая тема. Это новая ступенька. Как в лестнице. Она же содержит все предыдущие, правильно? До нее. Ну а зачем ты сбрасываешь? Сейчас. Кирилл, я сейчас. Алло. Так, бери пока блокнот-вучку. Давай, меня послушаешь чуть-чуть. Отлично. Спасибо. Старик выручил. Только денег пусть с нее не берут. Я за все рассчитаюсь потом. Значит, смотри, здесь твое расписание на ближайшее время до конкурса. Угу. Это занятие с вокалистом. Пиши. Все, я твой должник. Пока. Кирилл, я сейчас ищу секундочку. Да, да, да. Теперь смотри, встреча со стилистом. Я уже договорился, это будет завтра. Пиши адрес, я тоже подъеду. Да, привет. Марин, привет. Значит так, завтра с утра к тебе придут работяги. Ты, кстати, на работу во сколько идешь? Отлично. Значит, они к тебе приедут, ты их впустишь, поставишь задачу и можешь ехать. Присматривать за ними не надо, это бригада моего хорошего друга. Да. Да. И, кстати, я все оплатил. Все. Сказали день-два и даже не заметил, что что-то было. Угу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, я же тебе говорю, она нас вообще недавно. Прикинь, мне вообще никто ничего не знает вообще. Шифруется тетка по полной программе, да. Здравствуй. Да, здравствуйте. Да нет, мужика я вообще ни разу не видела, вообще. Он за ней даже не заезжал ни разу. Значит, все, с кем вы работаете, не понимают, что основной груз лежит все-таки на вас. Именно. Угу. Это стадо ленивых бездарей просто бесит меня. Столько сил уходит, чтобы держать тебя в руках. Я понимаю вас. Но сейчас вы в нашей клинике, в стационаре. Может, как-то оставим в стороне груз служебных проблем, постараемся о них не думать. Может, я стараюсь? Знаете, кажется, ваш персонал тоже решил, что я обязан за них делать, их работу. Да вы что? Расскажите поподробнее. Рассказываю. Можете считать мои слова доносом. Медсестры еще ни разу не дали больным лекарства вовремя. Ни единого раза. Опаздывают. И следить за этим вынужден я. Я объясню. Лечащий врач назначает каждому пациенту индивидуальный план лечения. А медсестры, они просто приносят разные препараты в разное время. Доктор, ну зачем вы так, а? Зачем вы выгораживаете своих коллег? Покажите мне свой диплом. Покажите мне свой диплом. Откуда я знаю, что вы действительно психотерапевт? Но ты не представляешь, когда он звонит, какой у него голос. Просто ты не представляешь. Слушала бы и слушала. Прям секси такой. Прям вот. Я тебе перезвоню. Прошу, не надо. Юля. Пошла вон, сопля. Не мешай работать с доктором. Помогите. Кто вы такая? Кто вам давал право скопаться в моей душе? Спокойтесь, прошу вас, пожалуйста, возьмите себя в руки. Пожалуйста, сядем, поговорим спокойно. Во всем разберемся. Я и разбираюсь. Вот вы мне и сказали, возьмите себя в руки. А вы за что деньги получаете? Или я опять должен за вас всю работу делать? Опять должен. Пошли вон туда. Подходи. Отпусти меня. И тапчик, его заберите. Как вы? Нормально. А вы? Спасибо. Спасибо, Юленька. Да все, хорошо. Да, ой. Моя ошибка. Наверное, не прочитала подробную историю болезни. Ну ничего, ничего. Нет, хотя я знала, что бывают такие припадки. Вот у него был припадок два года назад. Он просто не наш клиент. Ну да, это точно. Ну да. Надо мне позвонить в психиатрическую больницу. Пусть забирают. Да. А может, вам другу своему позвонить? Да нет, не стоит. Ну почему же не стоит? Вам же хреново. Надо звонить. Для чего же еще мужики нужны? Ты права. Да, подожди. А если мне не хочется ему звонить, когда мне плохо? Зачем он вообще нужен? Например, когда хорошо. Надо гнать его. Если сил хватит. А на что сил-то должно хватить? А сил должно хватить на то, чтобы бросить того, без кого не можешь жить. Ладно. Дам ему пять дней, а в дом брошу решено. Последняя гастроль. Все, я брошу. Спасибо. Мариша. Ну иди ко мне. Ну иди. Сейчас, а? Ну хватит переживать, ну. Уходи ты из этой клиники, а. Открой кабинет себе. И принимай раз в день парочку брошенных жен. Богатеньких мужей, естественно. И все. Мне так не интересно. Что ты так смотришь на меня? Ты не поблился, что ли? Черт, я устал на работе, как собака. Хочу пару дней отдохнуть. А мне дали отпуск на работе. Поехали-ка мне на дачу. У тебя есть дача? Ну. Ты мне об этом не говорила. Не совсем дача. Родители продали квартиру, купили загородный дом. Не совсем дача. Поехали. Ну. А может, давай опять в Испанию? На наше с тобой любимое место, а? Да не волнуйся, они будут тебе знакомы с родителями. Их нет. Уехали к друзьям на Енисей. Мы будем там одни. Ну, поехали. 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 Ты сейчас, сейчас мог убить нас. Ну, я же нас спас. Спас. А могли бы помирить так красиво, обнявшись. Смотри на дорогу. А что, детей у нас нет, долгов тоже. У тебя есть долги? Нет, мне долгов нет. Нет, смотри на дорогу давай. Хочешь, за руль сяду. Руль не отдам. Хочу чувствовать себя крутым мачо, который везет свою красотку на загородную виллу. Кстати, далеко еще до виллы? Метров пятьсот и после бензоколонки направо. Угу. Вот это да! Класс! И ты от меня, от меня скрывала такую красоту! Ты рисуешь? Нет, это папа. Папа. Ты от меня скрывала этот рай? Да. А в раю принято угощать яблоками? О! Угу. Ммм. А змей-то измельчал. Ой, червяк. Как там дальше была? Как? И заметили они, что наги. Наги. Стоящему мужику, наверное, полагается спросить хозяйку, может, колодец выкопать? Крышу подлатать, нет? Не надо? Не колодец, не надо. Не надо. Когда это самое, корову покосить, сено подоить? Мои родители со всем справляются. Кстати, скажи, а что ты так испугался моих стариков? Не стал знакомиться с ними, а? Боялся, что они тебя потащат в ЗАГС? Угу. ЗАГС никому не удалось еще. Стариков не боялся. Просто берегует. Люди их по колене сильно нервничают, когда паспорта у детей вот не залеплены штампами, а законная прага. Угу. Ну, сложно осознать, что их дочь просто счастлива. С мужчиной, за которого даже замуж не собирается. Ну, просто счастлива. Но. А что ты делаешь, что я счастлива? Да сто пуду. А что нет? Стоп! 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 Ты куда? Я съезжу в магазин, куплю какую-нибудь еды. Ты женщина далекого будущего. Когда-нибудь все будут такими, как ты, страстными, но итикохозяйственными. Ты мой философ. Ну поспи еще. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 И потом все, я. Я думал, заболел как-то. Нет, все хуже, я остановился. Я даже курсовую написать не могу. И чего? Ну, ты же не помер. Ну, не будешь ты самым умным в стране, и что? Ну, первые сотни будешь, там, тысячи. Что же результат тоже? Нет, для меня вообще не результат. Ладно, ничего, мы еще повоюем. Я медитацией занялся и... Печень сырой жру, что-то. Чего? Сырую печень жешь? Окей. Я бы мочу пил, если бы помогал. Слушай, ну, если мочу еще не начал пить, есть надежда, что ты еще не до конца сбринь. Вали отсюда, а. Ну, что, опять обиделся? На, вот такси. Вот объяснение, вот что-то как красный день. Что, и что, сразу, уже все, он пошел. Пацан-то или кто? Чувство юмора, оно для чего нужно? Мне когда хреново, я сразу юмор включаю. А ты? Чувствую сразу. Чего? Не умею я с детьми? Я не деть. Да, да. Ты у нас, ты у нас большой, ты у нас крутой у нас такой. Да? И машину круто вожу. Старик, про машину, вот, вот не шути сейчас, хорошо? Ни слова. А то даже мое неистребимое чувство юмора может не выдержать. Привет. Привет. Как-то собрались? Да. Сейчас с Сережей идем чинить забор. Вот заскочил переодеться. Пальто? Так, он просто руководит. Работаю-то я. Да. Ну что, пошли в рабочий класс? Пойдем. Пока, мама. Вы скоро. Черт! Записка. Записка. А девушка у тебя есть? Ну так. Что значит так? Девушка либо есть, либо ее нет. Даже для поглупейшего вундеркинда это несложная задача. Пока есть. Вроде есть, но надоело. Хочу грозить, но не знаю как. Даже для постаревшего Дон Жуана это звучит пошло. Принимаю. Таня зовут. Что, любовь? Называй как хочешь. Двум людям вместе хорошо, по раздельности плохо. Что это, любовь? Что-то я писал. Счастливый брак. Погулять не хочется? Что ж такое глупые? Гуляют коты весной, а люди ищут душу. Вроде мы с Таней нашли. Повезло. Повезло, женись. Бросай учебу. Иди работать. Да, мы так и хотели. Что мешает? Да все тоже. Я же всегда был лучшей Таней, но я восхищалась. Сейчас, если она поймет, кем я стал. Кем? Кем ты стал? Маньяком, людоедом? Ладно, перестань. Инфузория без мозга. Меня почти нет. Да и вообще, на самом деле, переходный возраст, как понятие, появился последние лет с того назад и не более. Будешь? Фирменное блюдо? Не-не, сегодня не хочу. Ну, а что, скажи-ка мне, сто лет назад подростки бесились? Да бесились. Просто люди вообще по-другому жили. Ну, раньше как? Человек жил себе, жил. Шашлык? Отец учил его ремеслу. А потом рожал своих детей. И умирал лет сорок. Вот. Жили недолго. А сейчас лет сорок только все начинается. Но у кого-то после семидесяти не заканчивается. Да, вот многие молодые расслабились. Родители бодрые, облизывают своего крошку до его пенсии, если он еще эту пенсию заработал. Это сейчас про кого? Да про меня, про меня. Презирает. Не, ну правда, мешаю комфортному Роману с тобой, тачку разбил. Как фыщ на задницу, да? Ну, если честно, то жизнь мою ты не украсил. Так, Илья, минутку. Ты наш гость. Я хочу тебе сказать. Я не позволю тебе обижать моего сына. Ты узнал, что у меня есть сын. Теперь узнаешь, что я его люблю. Давайте. Принимается. Так, что за место? Мы сейчас попробуем. Лучок. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, 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 да. Бери, Лучка. Мама, а правда, а почему ты раньше ему не говорил, что я есть? Ну, просто ты всегда мной гордилась, а сейчас... Я горжусь тобой. Или стыдишься? Ты что несешь? Тоже, старик, у тебя, наверное, мозги точно поехали. Ты погоди, погоди. Ну, скажи мне, правда, почему? Ну, у нас такие отношения с Ильей. Легкие, ну, и что, мы не напрягаем друг друга, просто... просто проводим время вместе. Да ты не умеешь так! Вот он просто проводит с тобой время. А знаешь, почему? Да потому что бросить человека, о котором ты ничего не знаешь, очень просто. Да? Да чего ты уходишь-то, Сереж, ты не поел даже. Сереж! Он прав. Я действительно хотел уехать по-тихому. Хочешь, что не уехал? А, да. Машину еще не починили. Да нет, не смог. От тебя не смог. Я должна сейчас упасть в выборок от умиления? Не должна. Просто меня ничто не может удержать. Однажды сбежала дама в одном халате. Только кошелек и паспорт в карман положил. Так домой и приехал. За вещами так и не вернулся, кстати. И что-то дам натворил. Нет, ничего. Я просто понял, что она полная дура. А я сейчас поняла, что тебя напрягает мой сын. Тебе лучше уехать. Своим ходом. А я, когда машину починить, тебе ее привезу. Пригоню, у меня права. Есть не то, что у Сережи. Я как-то не так себя вел. Или ты решила таким образом со мной расстаться? Ничего не решила. Просто ты же хотела отдохнуть, тебе ничего не получилось. До Сережи сложный период. Мне надо побыть с ним, а ты выспишься. И потом мы с тобой встретимся. Если ты, конечно, захочешь. Ну, может, ты и права. Утром электрички ходят чаще. Никуда я не поеду. Марин, ты своего Серегу знаешь еще до того, как он родился. А я его сегодня первый раз только увидел. Слушай, он мне даже понравился. Не гони ты меня, а. Не обижаю. Знаешь что, он сам кого хочешь обидит. Не гожусь я до легких, удобных отношений. Это точно. Я думала, там Сережа. Привет. Здрасте. Сережа спит. Таня? Да. Заходи. Ой. Кофе будешь? Неа. Таня, если мужчина тебе не отвечает на звонки или на смс, это значит только одно, что в этот момент времени он не может или не хочет с тобой разговаривать. Все остальное это домыслы. А если ты умер? Таня, если я умру, тебе об этом обязательно сообщу. Спасибо. А то, что ты меня раньше названивал, то, что из твоих смс можно издать целый роман, тебе можно, да? Что мне? Да, мне можно. Я мужчина. Пока что это только пилотный проект этого мужчины. Пожалуйста. Знаешь, в чем правда? Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. То, что ты бегаешь от меня. Вот в чем правда. Давай вдвоем. А что здесь такого? Смотри, мама, бойфренд. Поговорим все вместе. Сейчас еще все вместе подадим заявку на участие в конкурсе. Давай? А какой конкурс? Конкурс молодых ученых. Первый приз Оксфорд, второй, третий деньги, деньги немаленькие. Но он выиграет Оксфорд. Я не собираюсь участвовать в этой ерунде. Это... Это тарака не бега. Тань, если не хочет парень, может не надо ему нервы трепать, а? Просто знаете, для него это очень легко. Вот и для вас чай попить. А он ленится. А лень – дорога к неудаче. Давай. Ищи себе победителя. Серега. Удачи. Серега. Да подожди ты, Серега. Тань, ты бы как-то с ним полегче. Ели с горшка слезли уже. Ссорятся они, как настоящие. А это не ссора. У каждого гения должна быть муза, который его ведет. Куда ведет? К открытиям. Слушай, муза. Такая муза, как ты знаешь, куда приведет? Прыжку с десятого этажа. Муза. Довела парня. Да. Непростая у тебя девица. Слышал? Путь к неудаче. Давай руку. Почему не хочешь в конкурсе участвовать? Да я участвовал в этом конкурсе. Я пролетел. Она не знает. Ну, а почему бы тебе и ей об этом не сказать? Ни за что. Она же любит гения. А я теперь обычный тормоз. Как все? Ну, как ты, например. Илья, нас Марина Юрьевна просит с вами в магазин сходить. Добро, Таня. Сейчас приду. Сережечка, иди в дом, пожалуйста. Тебе отдохнуть надо. Здесь холодно. Ну, что это такое? Что с ней? Молодец. Изменила тактику. Слушай, маме, Таня, пожалуйста, про конкурс ничего, ладно? Не слово. Понял? Ну, девушь мне. Тормозу понять, где? А ты, если будешь гнобить Серегу, он сбежит. А женщин с характером любят сильнее. Хочешь правду? Только без обид. Пожалуйста. Если бы у тебя была фигура, как у модели, да? Ну, там, или папа-лигарх. Пожалуйста. Скандаль, али сколько хочешь. Но если у тебя ничего этого нет, будь, пожалуйста, поскромнее, потерпеливее. То есть, если я серая мышь, сиди и молчи? Правильно поняла, да. Будешь тиха, нежная и покорная. Высидишь себе любящего мужа и счастливую жизнь. Вообще-то, это обидно слышать. Жизнь не пикник. Слушайте, а вы женаты? Нет, пронесло. А откуда у вас такая мудрость? Давно живу, наблюдая людей. Черт. Мне же машину забирать сегодня. Ну, так давайте купим и на вашу увезем. Принято. А если Серега возьмет, он не пошлет заявку на этот конкурс. Что тогда? Пошлет, я дожму. Слушай, если бы меня так прессовали, я бы из принципа не поступил. Он тоже так может, упрется и точка. Так, может, не надо тогда? А я рискую. Мне надо, чтобы он активнее двигался. У вас и детей нет, наверное? У меня нет, не люблю этих маленьких спиногрызов. Маленьких не люблю. А с большими вообще не знаю, что делать. Вот вы весь такой честный, последовательный. Не женитесь, детей не заводите. А кто вам в старости кашу сварит? Понимаешь, я кашу не люблю. А у меня будет. Что будет? Ребенок будет. Конечно, будет. Не шуганешь от себя Серегу, женится на тебе после института, родите маленькая, мимими... Я уже беременная. Спокойно, дядя. Спокойно? И они оба грохнулись с моста? Серега знает. Вы же нам никто. Вот я вам первому и говорю. Молчать умеете? Когда собираешься сказать? После конкурса. А то работать пойдет. И тогда мир лишится гения из-за меня. Кого? Гений. А что смешно? Прости. И... Венисе. 衝ши. И смешно. Это ты? Отплес. И смешно. И смешно. И смешно. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замерзла? Если вы хоть слово, Сережа, скажете, я вас убью. О, спасибо, что предупредила. Не скажу, жить хочу. Вы бы запомнили, да? Одно слово и нож в вашей спине. А не кровожадный для будущего? Как мне ему сказать, чтобы он учиться не бросил, или чтобы из окна не сиганул? Ну, во-первых, скажи ему это на первом этаже. Ну, и во-вторых, налегай на мысль, что такие шикарные гены нужно побыстрее передать будущим поколениям. А если он меня бросит, и я одна останусь с ребенком? Да ты что? Эй, ты чего? Ну, не пропадешь. Что, меня мама одна растила. Ничего. Ты знаешь, даже дружно жили. Летом байдарки вдвоем. Зимой горы, лыжи. Вы сейчас тоже с ней живете? Нет, сейчас, сейчас нет. Лаина раз в сто лет сходит и сошла как раз в тот момент, когда мама... Простите, не надо было ничего спрашивать. Спасибо. Нормально. Везем жратву. Присмотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Марин. Да? Ну, я уже вижу, что случилось. Ничего. Ну, почему ты не хочешь мне рассказать? Да все в порядке, ничего не случилось. Все по-старому. Сережа уезжает сдавать экзамены. Они не хотят здесь больше оставаться. Ты не мог бы отвезти их до Танечкина в общежитие, они тебе покажут. Да, да, конечно, я подвезу. И ты обратно не возвращайся. В городе встретимся. Не вышло нас с тобой отдыха. Слушай, ну что все-таки произошло, скажи мне? Я же вижу, что-то случилось, Марин. Хвастит тебя моих проблем. Ну, поезжай, не обижайся. Другое право я имею обижаться, Марин. Если ты сама не считаешь меня другом, которому можно все рассказать? Потому что ты мне не друг, Илюшин. Ты мой любимый. Пойдем. Ты с ней поаккуратнее. Она тебя любит, похоже. Ты-то откуда знаешь? Знаю. Тогда я тебе сама сказала? Сам вижу. Высыпаемся. Где мы? Это мой дом. Вот этот подъезд. Вот ключи. Последний этаж. 532-я квартира. Это верхний замок. Это домофон. А будьте вдвоем, это уже собачитесь как... Отдохните, выспитесь. Полотенце в этом шкафу. Пельменю морозил. Все ясно? А вы куда? Я к Маринке вернусь. Все. Гуляйте. Давай, давай, давай. Отдыхайте. Давай. Я возьму. Подожди. Я все поняла. Вы не женитесь, не заводите детей, потому что боитесь не пережить потерю родного человека еще раз, да? У тебя, мышка, нет длинных ног. И богатого папы. Но у тебя большое сердце. Так что твои шансы на женское счастье резко вырастают. Спасибо тебе. Давай, отдыхайте. И что вы одна так поздно делаете здесь? Садитесь, подвезу. Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю. Мне в поселок зеленый надо, это по прямой. Я знаю такое поселок. Садись, а то замерзло уже. Мы можем чуть побыстрее ехать? Торопишься? Ну, немного, да. Здесь холодно. Сейчас печку добавлю. Смотри, нормально? Да, нормально. Спасибо. Не страшно одной так ночью? Страшно. Ну, так получилось. А вы точно в зеленый едете? Да, но по пути. Я в поселке всех знаю, вас никогда не видела. Я в гостях. У кого? У моей любимой. Какие любимые? Там все либо замужем, либо бабки старые. Тихо. Меня, кстати, Катя зовут. Я Илья. Руки холодные, грей. Так кому вы в гости едете? Марине Ермаковой. Знаешь такую? Ну, знаю. Это у вас что? С ней роман? Это вы о ней говорите, любимая? Ну, вроде того. Что значит вроде того? Ну, мы повздорили немного. Она меня выпроводила. Естественно, я уехал. А вот сейчас возвращаюсь. А, это значит, вы ее обидели, да? Ей идете просить прощения? Зря. Она вас не простит. Почему же? А потому. Она гордая. Она вообще особенная. Ее все любят. Марину? Да. Мою маму. Кто твоя мама? Марина Ермакова моя мама. Подожди, если ты так шутишь, это не смешно. Мы сейчас вообще-то могли разбиться. Марина Ермакова твоя мама? Да. Марина Ермакова. Что вы орете на меня? Твоя мама, да? Марина Ермакова. Да вы псих какой! Да пошел ты, псих! Кать! Вернись в машину, Кать! Катя! Ого, стоять! Что такое? Эй! 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 Оставь ее! Оставь ее в покое! Стоять! Так! Черт! А! Черт! Марин! Марин! Дай телефон. А почему ты вернулся? Ты Серёжу Стане отвёз? Дай телефон, он вроде разбил. Что случилось? Где Серёжа Стане? С ними всё в порядке, они спят у меня в квартире. Проблемы с твоей дочерью, у Кати. У Кати? Что с ней? Её похитили. Уже подъезжая к посёлку, я посадил её к себе в машину подвезти. Хотя я тогда не знал, что она твоя дочь. Когда я узнал, что Катя твоя дочь, она выскочила из машины. Какой-то здоровый мужик запикнул её в свою машину и увёз. Где телефон? Да-да, вот. Звоню в полицию. На какой машине увезли, а? Мэрс, чёрная. Чёрт, ну как в полиции? Может быть занята, скажи мне. Давай сюда. Не надо мне куда звонить. Марин, ты в своём уме, у тебя дочь похитили, дай ей телефон. Кто никого не похитил? Это машина её отца. У вас здоровый мужик, это его охранник. Ты замужем? Открытие за открытием, да? Ты не агент ЦРУ? Нет, я не агент, я не замужем. Просто у меня был короткий роман с Катиным отцом. Потом мы расстались, потом родилась Катя. Вот отец Кати, Паша, он отсудился пять дней в месяц, забирает её к себе. А в последнее время Катя от него сбегает. Ну, отец, от Паши. Ну, а он её возвращает. Высокие у нас отношения. Сколько ещё у тебя детей? Ну, двое. Серёжа и Катя. Знаешь, не лишним было бы сказать мне при знакомстве. Милый. А у меня двое детей. Ты сейчас уедешь или, может быть, до утра потерпишь? Потерплю. До утра. Тогда пойдём спать. Может, этот твой, Паша, может, набежает девочку? Да нет, я не думаю. А чего он избегает тогда? Паша заставляет есть её пяти вилками. Подруг к ней не пускает, её никуда не пускают. Затройки скрывают в комнате, потому что работу заставляет переписывать вот всё. Ну, ничего плохого. Да всё отлично. Только если он хоть капельку бы любил её. Пусть заведёт себе других детей и дрессирует их. У него уже солидный возраст. Любишь его? Сдурел. Я боюсь его. Когда мы познакомились, у меня был маленький Серёжа. Ну, у него никогда не было времени на нас. Он говорил, что ему удобно, что у нас уже есть один ребёнок. Нас охрана сторожила. Я никуда выйти не могла. Сбежать не могла. Он сейчас хозяин мира. Это раньше он начинал выгрызать себе всё. Что всё? Деньги, власть. Чём там? Мужики хотите? Я не хочу, Марина. Знаю. Поэтому и лежу тут с тобой. Наверное, последний раз. Скажи, если б ты год назад узнал, что у меня двое детей, ты бы меня бросил? М? Ты что? Чего я тебя бросил? Я же в тебя сразу влюбился. Меня бы сто детей не остановило. Илья. Да вру я, вру. Вру всё. Хочешь правду? Я всегда избегал бывших, бывших мужей, бывших детей, больных родителей. Ну, нет у меня такого большого сердца. Не дано. Меня хватает только на одну любимую женщину. Я поняла. Я себе желаю найти такую бездетную сиротову. Да ладно тебе. Иди сюда. Зато всё правда. Я из себя не строю мать Терезу. Ты знаешь, я думала, ты ко мне не вернёшься. Дура. Ну, ты знаешь, я решила начать переживать завтра утром. Доброе утро. Ты почему так рано встал? Я давно встал. Жду, когда ты проснёшься. Завтра утром? Оказывается, заботливый. А ты не знала? Чай без сахара. Да, как я люблю. Спасибо. Слушай, дай мне адрес своего старца Паши. Зачем тебе? Ну, съезжу, узнаю, что этот крутой мэн такое творит, что от него девочка даже ночью убегает. Хочешь в месте пойти? Нет, я не хочу. Я, естественно, с ним не разговариваю. И потом его охрана всё равно меня к нему не пустит. Какой красивый. Ну, Катьке два дня осталось. Не надо. Да хоть час, ну. Какая разница, зачем девчонки мучиться? Ну, не хочешь, скажи мне его фамилию. Я в интернете пробью. День добрый. Вы к кому? Павлу Иванычу. Точнее, к его дочери. Её Катя, кажется, зовут. Я учитель пения. А, сейчас. Посмотри по списку. У нас есть учитель пения. Пап! Пап, открой! Пап, я не могу больше тут сидеть! Пап, я всё решила! Открой! Я послала тебе решение на почту! Ты опять списала ответы. Я хочу видеть процесс решения. Пока будешь халтурить, оставишься сидеть в комнате. Я подам на тебя суд за издевательство! Подавай! У твоей матери не хватит денег на адвокатов. Легче всё решить! Не вижу. Может, по фамилии записано? Ваша как фамилия, простите? А вы не ищите мою фамилию. Девочка, видимо, не очень хочет учиться петь. Позвонила мне, отменила урок, а я уже выехал. Естественно, я добрался. Парни, я же рабочий день теряю. Ну? Прикинь, она вообще учиться не хочет. Замучила шефа нашего. Учителя математики чаем ошпарила. Ходила пожилая женщина, учила Катьку на рояле играть. Так Катька ей клавиши на пианино на шатырём натерла. У женщины сердечный приступ. Мы её потом в скорую вызывали. Эту Катю надо бы ремнём по заднице. Ну да. Ладно, проходи. Учитель пения просил проводить его к вам. Какого к чёрту пения? Кто разрешил пустить? Как? Пап, пап, я забыла тебя предупредить! Я нашла учителя пения в интернете! Павел Иванович, я к вам вообще-то далеко добирался. Вы что, не договорились со своей дочерью, что ли? Моя дочь не может освоить школьную программу. Ей не до пени. Катя, кто тебе разрешил выписывать в мой дом посторонних? Пап, ну что будет плохого, если я научусь петь? У меня отличный голос! Ты всё говоришь – кусок хлеба! В шоу-бизнесе кусок хлеба с маслом, чёрной икрой и сверху ломовая слава! Павел Иванович, может, я всё-таки послушаю девочку? Ну, если голоса нет, то тогда, конечно, заниматься незачем. Кать, ну давай, пой! Вспомню тебя едва, но здесь и сейчас пылают огни. Мы пленники страсти, пока преследуют нас фантомы любви! Фантомы, фантомы, фантомы любви! Я не могу судить, у меня слуха нет. Но, по-моему, громко. Вы как считаете? У неё очень хорошие данные. Я бы хотел с ней позаниматься. И сколько мне это развлечение будет стоить? Бесплатно. А, первые три урока. Ну, окей. Бесплатно пусть поёт. Пойдёмте. Беда. Женщина, которая родила мне дочь, пустая, бессмысленная баба. Всего пять дней в месяц у меня есть возможность спасти свою дочь от полного краха в будущем. Ваше имя? Илья. Я чужих людей к дочери не подпускаю. Поэтому хочу знать о вас больше. Я музыкальный продюсер. Вот здесь все мои координаты. Все. Благодарю. Здрасте. Ну, здравствуй, Катя. Будем с тобой работать. Спасибо. Ну, что, давай рассказывай, как отсюда сбегаешь. Или поучишься ещё немного. Нет. Кстати, у тебя хороший голос. Конечно, надо будет тебя ещё послушать. А ты что в этом понимаешь? Я музыкальный продюсер. Так, а ты мне кто? Так, едешь домой? Да. К отцу сегодня очередная любовница-малолетка его приезжает. Я слышала, он по телефону с ней разговаривал. Хочу свалить раньше у неё. Как обычно сбегаешь? Легко. Вот. Значит, смотри, вот видишь забор? Вот гуляем вдоль этого забора. Вот возле тех кустов я выкопала. Там пролезем. И потом резко бежим направо. Там камеры больше не показывают. А я пролезу? Ну, я подтолкну. Всё, пойдём. Жалко его. Отца жалко? Знаешь, сколько у него бабла? Богатым он выглядит, счастливым нет. А ты? А что я? Счастливый семьянин, обожающий отец? Нет. Ничего этого нет. Но своей жизнью я доволен. Когда маму наметил бросать? Не наметил. Правда, я не знал, что у неё двое взрослых детей. Офигеть! Это она нас, Серёга, от тебя скрыла, получается? Ну, не скрыла, но и не сказала. Ну, значит, ты человек среднего качества. Это ещё почему? Ну, раз она такими крутыми детьми не похвалилась, значит, не верит тебе. Стоять! Стоять! Выходи из машины! Чего ты сюда приехал, а? Выпойди быстро! Забудь туда дорогу! Катя! Что такое? Эту малолетку мой отец выписал! А я думаю, кто на этот раз? Это она! Она массажистка, я её с отцом познакомила! Что я? Ну, так а тебе какое дело? Какое дело тебе? Ты сама малолетка поняла? Мне уже двадцать! Двойщица идиотка! Катя, ты нормальная? Нормальная! Она, она соседка наша, она с его мамой дружит! Уезжай, я сказала тебе! Слышишь? Ты у него пятая за этот муж! Ты всё врёшь, он мне машину купил! Твой отец в меня влюблён! Да хватит уже! Что я тут с вами делаю со всеми? Так! Ты со мной или обратно алгебрую решать? Пусть она отсюда уедет! Вы, это, как вас? Неля! Вы сейчас куда? Домой или к пожилому дядьке? Домой! Всё равно эта гадина меня выживет! Да почему?! Хватит уже! Иди в машину! Вот так вот! Иди уже! Вот так вот! Иди уже! Любишь и навесил на него! Столько проблем! Мужики своих-то шугаются! А тут ещё двое детей чужих! Не, он точно теперь от тебя сбежит! Свет! Сколько я могла терпеть-то! Год своих детей скрывала! Знаешь, как меня совесть грызла? И сейчас грызёт! Как будто я детей своих предала! Пускай катится на все четыре стороны! Если я ему только для этого приятного времяпрепровождения! Правильно! Ты у нас красавица! Илья твой смотается! Найдёшь себе лучше! Быстренько! А мне никто! Кроме него и не нужен! Ну перестань! Вареньца! Сама варила! Спасибо! Ты моя любимая! Я знаю! Слушай, ну а как это? Нель-то со своим стариканом встречается? Да, у нас продолжается всё! Слушай, ну я что, ты видела его? С ним познакомилась? Нет, а меня Нель не подпускает! Знаешь, она боится, что я ему рожу его старую расцарапываю! Правильно делает, между прочим? Подожди, обязательно надо с ним встретиться! А вдруг он твой будущий зять-то об этом не думал? Никаких вдруг! А лицо попортить ему я всё равно момент найду! Господи, я хоть ему на том Свете досталась, а? Так мои девочки будущие испоганите, по-моему, зараза! Свет! Чё? Я вот как психолог считаю! Я просто сердцем чувствую! Нелька пробьётся в люди! И всё у неё в жизни будет отлично! Сама всего добьётся! Сама не веришь в то, что говоришь? Верю! Время лечит! Свет! Вот посмотришь! О, Неля! Дочь! О! Поздравляю вас! Дочь, Ать! Вы вырастили уголовницу! Дочь, что случилось? По ней колония несовершеннолетних просто рыдает! Неля, в чём дело? Ай! Да она бы убила бы меня, если бы тот мужик, который был с ней, не оттащил бы её! Ну почему? Вот почему ей бабки брать можно, а больше никому нельзя? Какие бабки? У Ильи? У папаши её! Она мне всю жизнь поломала! У папаши? Я вообще не понимаю, что происходит-то, а? Дай посмотреть! Я пойду домой! Марин, спасибо! Марина! Всё! Покажи мне! Да не трогай же меня! Успокойся! Положи это мясо! Дай сюда! Смотри на меня! talking! Аллахи Ну как? Замечательно. Теперь надо подумать, что с этим делать. Не думай. Мама сказала только через ее хладный труп. Потому что мир шоу-бизнеса это мир разврата, наркотиков и ранней смерти. Ну, этот набор, возможно, у всех. Даже у воспитателей детского сада. Смешно. Слушай, вот мы с Серегой. Нас мама родила непонятно от кого. А мы оба одаренные. Серега, он гений. У меня горло луженное. Кать, скажи мне, ты о музыке мечтаешь? Не знаю. Но это лучше, чем как мать с полоумными возиться. Ну, мама исцеляет психотерапией души. Она лечит людей. Слушай, так... Так ведь если я музыкой займусь, то это все. Это прощая учеба. В смысле? Ты что, думаешь, что на сцене поют безграмотные идиоты, что ли? Ну, да. Что да? Да нет, ну я петь-то люблю. Ну, это же... Ну, вот когда мелодия такая крутая, и еще голос звучит, и ты как будто в теплой воде так плывешь. Кстати, звучишь, как будто училась. Ошибаешь? Нет, нет, ты не ошибаешься. Я занималась, но недолго. У меня в школе была учительница по музыке. Она мне говорила, что я очень способная. Ну, ты способная действительно. Почему, Росева? Маму в школу вызвали. А у меня капец по всем предметам. Ну, и все. Мой кайф быстро обломался. Ну, может, оно и хорошо. У меня у отца куча денег, и... Что? И что? Что? Ну, куча денег, и что? Ну, это мои деньги. Ну, в смысле, он старый. Ему жить осталось два четверга. Вот главное, чтобы он не женился на какой-нибудь из вот этих вот своих молодых дур. И чтобы ему никто никого не родил. Но даже если так будет, я все равно это отсужу. Это будет мое. Господи, как же мерзенько ты говоришь, Катя. Что это Коу сказала? Ты хочешь сказать, ты бы не обрадовался, если бы тебе на голову мешок денег свалился? Кать, тебе на голову свалился голос. Тебя боженька поцеловал, Кать. Я не самый последний человек в этом бизнесе. Я готов работать с тобой. Какой я отсужу? Какие деньги? Что ты несешь, Кать? Да пошел ты. Мам! Проходи. А вы чего вернулись-то? Да, Таня... Калитку закрой. Таня, нехорошо. Голова кружится. Что-то... Может, укачала или голодная? Танечка, ты как? Самая. А? Ну, давай беги в дом. Надо поесть, наверное. Ну, а почему ты? Вы завтракали? Да покормил ее. Нет. Ну, а почему? У меня денег нет. Привет, мам. Привет, Кать. Здорово. Здорово. Слушайте, у меня еды-то на всех не хватит. Кто со мной в магазин? Ну, я. Спасибо. Отец Кате, по сути, прав? Она не закончит школу? Угу. Ну, пять дней его скандала в месяц. Дело не спасут. Ну, пускай она живет у него дольше. Да? Да. А я работаю в Москве. Мне совсем ее не видеть? Ты вообще понимаешь, что такое? Не видеть детей или видеть их редко? Нет, не понимаю. Но если бы моей дочери грозила не закончить школу, я бы все бросил и сидел бы с ней, изобрел сутками. Прости, это, конечно, не мое дело. Кефир взять? Возьми. Да, надо было, конечно, тебе уезжать. У меня отпуск еще не закончился. Ну, ты же не так хотела его провести. Ну, почему? Именно так. Ладно, глупо все это, конечно. Надо было сразу тебе сказать, что у меня есть дети, ты бы сразу отвалил. Но ты же кричал, я хочу легких отношений. Это красивый роман. Ха-ха. А у меня дети. Детей мало родить. Их еще неплохо бы и воспитать. Ну, как могу. У тебя вообще никого нет. Живешь, как муха на льдине. А ты уверена? Что? Что на льдине муха есть. Ты знаешь, как я хотела рассказать тебе о своих детях? Как я люблю их. Как я боюсь за них. Волнуюсь. Поплакать у тебя на плече. Кто мешал? Ты мешал! Супермен. Для тебя женщина украшение жизни. Украсила? Было очень здорово. Спасибо. Нет, правильно было бы навешать друг на друга тонны проблем. В первый же день знакомства. И рухнуть под этими проблемами. Сразу же. Правильно? Скажи, почему женщина воспринимает мужчину, как стеллажик для своих печалей? Ну, раз он с ней спит, то будь добр получить ее детские страхи. Спасибо. Ее первого мужчину, который ее бросил. Ее второй мужчина, от которого сбежала она сама. Ее комплексы. Здесь годы уходят, да? А потом... А, стой! Куда же ты, милый? Куда? Немного? Для твоей семейки. Не лопнет? Нормально, не лопнет. Давай, иди на кассу. Если Сережу возьмут в Оксфорд, я не буду там работать. Я буду за ним ухаживать и следить за его здоровьем. А что не так с Сережейным здоровьем? Ну, пока все так. Но напряжение мозга разрушает организм. Гении, они живут недолго. Счастливо. Я, кстати, теперь тактику изменила. Стала заботливая и терпеливая. И теперь жду кольца и предложения замуж. Да? Ну, может, он не торопится. Узнать поближе друг друга. А что мне ждать, пока его уведут у меня? Знаешь, если боятся, что его уведут, опасно замуж выходить. Вот как раз таки опасно и не выходить. С моей внешностью легко остаться одной. Нормальная женщина одна не пропадет. Кто не пропадет? Ну, вот хоть я не пропала, да и детей вырастила. Не знаю, мне как-то не хочется вам говорить, но... Ваше будущее мутное. Мутное? Ну, да. Смотрите, мы переезжаем за границу. Так? Катя вертится вокруг денег папы, получает наследство и уезжает. Родители ваши старые. Вы... Уже тоже немолодая. Пожилой психолог, кому он нужен? Вас увольняют. И вот вы одна. Страшная картина. Ну да. Ну, если хотите, я вам найму сиделку. Смешная ты. Но за сиделку отдельное спасибо. Слушайте, я серьезно. Пока вы в форме, ищите мужа. Илья не женится, не теряйте время. Вот это я понимаю, Танечка. А что мне делать, если я его люблю? Ну, любите себя на здоровье. А параллельно ищите мужа. Понимаете, женщина без мужа – это ампутант. Что? Одинокая женщина – это жена, у которой ампутировали мужа. Не на стол накрывай с тобой. С ума сойду. У нас тюремный обед, да? Все молчат и жуют. Ну, откуда ты знаешь, как в тюрьме идут? Папа сидел, он рассказывал. Ты вообще не думаешь, что мы всегда такие отмороженные? На самом деле мы дружные. Не особо мы тебе нравимся, да? Ничего. Встречал семейки и похуже. Батей пока не называют. Сереж, неожиданно, твоей маме и отношения тебе дороги. Молчи, а, вечная невеста. Кать, не обижай Таню. Мам, да я ей суп на голову вылью, она не обидится. У нее же одна цель – замуж за гения выйти. Асфальт будет грызть, скорее бы ты ее в ЗАГС отвез. Все? Все. Между прочим, желание находиться постоянно с любимым человеком – это нормально. Ну, это для тех, кто способен жить в семье, конечно. А ты не способен, да? Нет. Семья – это не мое. А в чем причина? Ну, это что-то из половой сферы или детская травма? Сережа. Может, родители не так на горшок сажали? Я не знаю. Мам, ты займи. Перестань! А вот так не педагогично делать. Нельзя детей бить. Простите, а вы кто? Ну, кто так делает-то? Хочу представиться. Чекина Анна Сергеевна. Районное отделение опеки. Анна несовершеннолетняя. Вот, пожалуйста, посмотрите. Можно компотик? Очень жарко. Да, пожалуйста. А по какому вы вопросу, извините? Пожалуйста. Какие у вас огурчики красивые. Ой, помидорчики. Значит, поступил сигнал, что вы препятствуете своей дочери Судаковой Екатерине Павловне учиться. Я препятствую? Никто ей не препятствует. Она сама ни черта не делает. Ну, вот опека и разберется в этом. Между прочим, в этом сигнальном письме сказано, что в доме не создано условие для того, чтобы девочка училась. Мать находится на удалении на работе. И когда приезжает в эти вот короткие встречи, так сказать, привозит с собой еще, извините, даже стыдно сказать, любовников. Простите, от кого сигнал поступил? А вы кто, простите? Собственно. Друг семьи. А. Я, знаете, не обязана отчитываться и отвечать на ваши вопросы. Извините, я вот мать. Мне интересно, от кого сигнал? От отца Кати. Судакова Павла Ивановича. Катюш. Я Катя. Катюш, пойдем ты мне покажешь свою комнату. Так у меня не убрано. А тебя мама что, чистоплотности не учит? Так мне это не надо. Почему так решила? Да потому что по жизни у меня будут домработницы. Дедочка, пойдем. Пойдем, покажешь мне комнату свою, место свое. Анатолия, 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 вы вошли как-то без приглашения, что ли? Вы знаете, Катя с Марией с удовольствием ответим на все ваши глупые вопросы, но сначала вы за многовременно говорите за встречи. Стойте, не на калорийность и продукты, фанал углемодный, а код в индексе! Катя, твой отец хочет отобрать тебя. Мам. Мам, ну ты чего? Малочка. Ну я же не сумочка, чтобы меня отбирать. Ты что? Мам, я к нему перееду, когда он у нас старый будет совсем. Я буду смотреть, чтобы он завещание ни на кого не написал. Каня, я так и не научилась вас воспитывать. Ну, Леонид, это неправда. Вот сын у вас прекрасный, воспитали вы его прекрасно. Вы очень хорошая мама. Спасибо. Все будет хорошо. Не волнуйся. Как же ты меня бишь? Эй, не трогай меня. Катя, ты что делаешь? Мама так воспитала Серегу, чтобы он на дурах не женился. Девочки, перестаньте. Не могу. Дегенераты, я вам покажу. Я вам устрою. Минутная поведа. Они теперь от Марины не отвяжутся. Черт, сложная ситуация. Да у мамы все непросто и со мной, и с Катей. Так ты хотя бы кровь не пей. Ну, иди ты учись в институт, как все. Ну, побыл гением, ну, хватит уже, ну. Пойду пройдусь. Таня, не говори, где я. Пойду. Таня, не говори. Завтра надо уезжать отсюда. Ничего не складывается. Скорее бы родители возвращались. Ты теперь знаешь, что я не справляюсь с жизнью. Ты не справляешься. Марин. Тебе нужен другой мужчина. Настоящий, семейный. Я не такой. Со мной ты год потеряла. А наш год уже закончился. А знаешь, целый год счастья – это очень много. Илья, Таньке плохо. Почему ты не захотел, чтобы Марина с нами поехала? Ты что, забыл? Ты же один знаешь про беременность. Серега. Не вовремя ушел. Воздухом дышать. Ему сейчас знать не обязательно об этом. Ну, он все-таки автор этого ребенка. Сейчас, подожди. Алло, Сереженька. Меня сейчас Илья везет в больницу. Здесь, в Перхушково, недалеко. Просто голова загружилась. Я тебе позвоню, ты только не нервничай. Тебе сейчас нельзя. Ему нельзя нервничать, правильно? Всем можно, ему нельзя. Илья, а давай ты ему все-таки расскажешь. Скажу после конкурса. Слушай, я его от маленьких травм берегу, а здесь такое потрясение. Илья, ты пойми, гений, они люди пограничные. Что-то пошло не так, и все, он разнервничался, сломался. А на носу конкурс. Как сама ты чувствуешь себя? У меня голова крошится. Скоро доедет. Черт. Мне этот ребенок вообще никаким боком не встал. Я волнуюсь, как... Марина, я тебе перезвоню, как только поговорю с врачом. Ну, вы не волнуйся, но все не так страшно. Ну, все, давай. Я тебе перезвоню. Девушка, спасибо большое. Вы ее привезли? Да, я. А вы, простите, кто? Я друг. Друг? У вашей подруги низкий гемоглобин. Так бывает на этом сроке беременности. Сейчас она накапнется и спит, мы будем наблюдать ее несколько дней. Узнайте, как кормить вашу беременную подругу при железодефицитной анемии. Хорошо, спасибо. Ну, куда по-мокрому ты? Извиняйся. Тихо, тихо, тихо. Врач сказал, что у нее пониженный гемоглобин. Вот ты трескаешь сырую печень до мозга, мог бы и свою девушку получше кормить. Что ты несет? Где она? В какой палате? Все, все, она спит. Ей придется здесь немного понаблюдаться, и все. Я сам ее понаблюдаю. Где ее родители живут? Насколько я знаю, у нее только мама, и где-то очень далеко. Девушка ждет от вас ребенка, а вы даже не поинтересовались, где живет ее мать. Ну, и каким вы станете отцом? Чего? Какая девушка ждет от тебя ребенка? Серега, давай мы сейчас поедем домой. Да? Какая девушка ждет от тебя ребенка? Таня собиралась тебе сказать об этом позже. Не хотела тебя волновать. Тихо, Серега. Какая? Тихо, Сережа. Тихо, Серега. Серега. Сережа. А? Марин, хватит. Хватит. Взрослых детей иногда рождаются дети. Это нормально. Нормально. Нормально? А что в моей-то жизни нормально? У меня гениальный сын. А он из будущего ученого скоро превратится в этого пришибленного папашу. А мне придется помогать им. А не справиться с ребенком. А мне еще пожилые родители, которые с ума сойдут от криков по ночам. Не отходят с работы. Я не готова быть бабкой. Я не готова. Валя не так переживает. Ты истерики заказываешь. Я страшная. Посмотри, я безобразная. Ты красивая. Ты восхитительная, Марин. Восхитительная? Тогда почему ты считаешь минутки, чтобы сбежать от меня, а? Я ж угром. Мариш, я унылая одиночка. Слышишь, любой вменяемый мужчина будет счастлив быть с тобой. Тебе я не нужна. Потому что целый взвод за мной. Проблемные дети. Пожилые родители. Это бывший муж скотины и бандит. Еще у меня внук родится. Ну, давай ты еще ко всему и сопьешься. Слушай, ты что ты лезешь, а? Марин. Чего ты лезешь, одиночка? Ты найди себе какую-нибудь девочку и закрути с ней просто легкий роман. Все, иди. Марин, подожди. Уйди, уходи, уезжай. Бросит тебя со всеми твоими проблемами, бросит. Я хочу, чтобы ты уехал. Кстати, хотела тебе сказать. Мне всегда было тошно спать с мужиком, которому пофигу моя жизнь, ясно? Марина. Не трогай мне. Марина. Слушай, ну я хочу помочь вам, Марин. Катя твоя талантливая, я хочу ее раскрутить. Я не могу крутить, я скоро лишь от агентских прав. Марин, я не найду такую, как ты. Пожалуйста, давай расстанемся в полном уважении друг к другу, а? Марин, меньше всего мне нужно от тебя уважение. Ух ты, извиняюсь, извиняюсь, не хотел помешать, правда. Замотайтесь, пожалуйста, я не хочу это видеть. Я не мог ждать. Выйди быстро отсюда. Мам! Ты сдурел? Мам! Где я сказала? Она заработала. Сережа. Она заработала. Она заработала, понимаешь? Я проверил, я проверил на трех сложнейших задачах. Смотри, сейчас покажу. Да ладно, ты все равно не поймешь. А я понимаю. Мам, я у тебя опять гений. Миленький, да. Да. Я опять гений, мам! Сыночек, ты молодец, сынок. Ты дебил! Вали отсюда, ты не гений! Ладно, извиняюсь, сейчас переборщил, согласен. И врываешься в спальню ночью. Добрый ночью. Соображай, что ты делаешь. Добрый ночью. Тебе психушку давно пора вызвать. Кто тебя воспитал такого? Гений! Уйди, 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 Илюша. Сказали, что дают тебе второй шанс. Из уважения к твоим прошлым заслугам. Уверен, что готов? Да, сто процентов, конечно. Точно? Да. Да я в прошлый раз понимал, что вопрос Юна давал. У меня просто мозг поплыл. Сейчас я все сделаю. Что, все-таки бросаешь, мать? Не лезь, куда тебя не приглашают. Ну, знаешь, мама-то моя. Последний год она была ничего счастливая. Ладно, правда, не мое дело. Вот почему Таня от меня беременность скрывала, я не понимаю. Объясни. Боялась тебя разволновать. Думала, учебу бросишь, пахать пойдешь. Ну, так пахать-то мне придется. Ну, так знай этот экзамен. Грант получишь, поешь, учиться, Танька там родит. Бросить, мать? Ну, ты-то свалишь. А Катька дурит, Паша ее заберет. Так, я тебя сейчас отвезу, потом позвоню, узнаю о результатах и все. Хорошо? В конце концов, ты в вашей семье старше, ты все ее разгуливай. Представляешь, вот у меня нет опыта бросать женщину. Как это? Расскажи. Наверное, совесть, да, ведь мучает. Дальше едем молча. Катя одаренная очень. Заставь ее мне позвонить. Раскрутишь? Попробую. Да ее заставлять не надо, она. Настолько ничего делать не хочет, что на стане задницы сверкать – это лучший вариант. Ну, вот и меня совесть не так давить будет. Сейчас бы в табло тебя залепить. Залепи. Залепи! Я пацифист. Серега, я уже не мальчик. И мне поздно в моей жизни что-то круто менять. Меня все устраивало, понимаешь? Я всегда умел вовремя расстаться с женщиной и при этом сохранить хорошее отношение. Получился ранить не больно, да? Так, все, давай. Ну, на электричке. Все, молчу. На электричке я опоздаю. Прикольно. А кто это? Это поет твоя сестра Катя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прости, ну, Гал. Ты почему без звонка? Прости, девочка моя. Катя дома? Катя в школе. Ты зачем натравила на меня эту тетку из органов опеки, а? А мужик, вы здесь? Нет, не здесь. Почему? Я должна отвечать? Ну, не важно, с кем живет моя дочь. О, это ты пила или твой дружок? Компромат собираешь, да? Марина, не забывай, у тебя есть родители, сын, а у меня только Катя. Я совсем один. Ладно, врать-то. Водишь к себе юных дев, Катю не стесняешься. Ложу. Ты спроси, почему? А мне неинтересно. Потому что ни одна из них не похожа на тебя. Хватит. На ту, которую я когда-то полюбил. Ты все забыла. Я забыла. Я не забыла. Как ты заставила меня с тобой жить? Как бандитов натравила? Не забыла, как ребенка отбирала? Не забыла, понятно? Ты спроси меня, зачем я все это делал? Не хочу спрашивать. Неинтересно, зачем ты пришел? Потому что мне не нравится, что твой хахаль сбивает Катю с толку. Какой к черту в вокал? Ее из школы не выгоняют только потому, что я обещал им ремонт сделать. И спортплощадку построил. Илья говорит. У нее редкий голос. Да. Да, вот так вот. Да ладно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да ты с меня. У меня есть мои руки. Я пью снотворце. Я отбиваюсь каждый вечер. Ты все равно снизишься. Я больше тебя не пилаю. Танечка, тебя выписали. Сказали ей есть гречку и сок. Я его убила. Мариночка, девочка моя. Это что еще за гадина? Это жена моего сына. И мать моего внука. Вот когда он здесь был. Насколько мне легче было. Уехал. И вот я одна. Нет, я-то его одна нужна. Вот веселая, без забот. В вашем возрасте пора завязывать с мужиками. А ну помолчи. Она наказана. Неделю будет дома сидеть. Потом я ее на работу устрою. Правильно. На курсы бухгалтера. Пускай диплом будет. Пускай головой думает. Правильно. Неля, я Пашу бросила. Когда старше тебя была. Вот ты, теть Марина, ты послушай. А ты? Не могу я поверить, что он тебе нравится. Да ясный пень. Да что там нравится? Но он бы мне мог жизнь бы сделать, если бы ваша Катька и ваш любовник не вмешался. Вот вы бросили Пашу. А что толку? Одеваетесь средне, вкалываете, как собака. А лучше-то никого не нашли. Тараза, как ты со взрослыми-то разговариваешь, а? Дрянь. Чего? Ничего, ничего. Тише, тише. Да, все, хочу чего-то. Вот скоро бабкой буду. Перестань, ну. Ну ладно, ничего, что это, Марин. Вы еще вполне. Губы только поднакачать. В грудь импланты. А что? Подтянуть немного. И вперед. Заменить гардероб и давай. По сайтам знакомств. Искать вдовца. Или с легкой инвалидностью. Я тебе сейчас устрою. Легкую инвалидность. Пошла наверх, быстро. Пошла. Неля, ну-ка, сядь, иди сюда. Иди, что скажу, иди сюда. Иди ко мне скорее. Опять, Синечка, хочешь? Не надо, я что. Не хочу. Вот послушай меня. Дождись своей любви и счастья своего. Дождись. И разбей весь ты по пустякам. На мужиков на этих. А то, как тетя Марина встретила принца на белом коне. И самый красивый, и самый любимый, и самый родненький. А вон за мной. С новогодним ошибок. Неля, Мариш, ты чего? Ты чего, дети ж не ошибки. Никогда. А твои, смотри, какие удачные. Сережка, киня. Катюша, как поет, как в раю вообще. Да я, я-то не хуже пою. Но только Паша оплатит учебу и карьеру, и этой Кате. А мог бы мне бы оплатить. Пошла вон. Зараза. Вот дура. Мариш, вот в твоей ситуации самое страшное, что это может быть, это пить начальник. Не бойся. Завтра возвращаемся на работу к нормальному графику в Москву. Только без Илюши. Свет. Тихо, тихо, тихо. Шесть. Мама, скажи этой бабуле, чтобы она потише ревела. Идиот, греха подальше. Вон отсюда пошла. Чит-чит. Вот я вела себя с мужем так, как вы мне посоветовали. Угу. Мы с ним стали часто разговаривать. Это отлично, просто замечательно. Надо разговаривать с близкими людьми, надо как-то не держать эту обиду в себе, не хранить ее. Да. Правильно. Вы знаете, муж и не хранил. Он мне все выложил. Он сказал, раз мой врач сказал тебе до меня докапываться, я тебе все скажу. Сказал. Угу. Это была для вас новая информация? Для меня, да, новая. Вообще, он с этой три года встречается, понимаете? Вот оно мне надо было узнавать. Как с этим жить? Ну, что мне теперь со всем этим делать, а? Зависит от того, дорожить ли вы браком. Да. Теперь да. Теперь да, дорожу. Раньше мне казалось, что кроме меня этот бездельник никому не нужен. А сейчас мне так обидно стало. Знаете, я вкалываю в этой конторе, которую люто ненавижу. А он за мои деньги ей подарки покупал. Помните, много раз мы говорили с вами о том, чтобы вам лучше поменять эту вашу нелюбимую работу? Может быть, именно сейчас настал такой момент для приятеля решения? Сейчас точно не момент. Муж не хочет, чтобы я бросала эту работу. Там зарплата слишком хорошая. Если я сейчас уйду, он сразу ее выберет. И она ему родит. А у нас же нет детей. И все. Тогда все. Тогда я буду одна куковать. Одинокая баба – это самое ужасное, что только может быть. Да. Одна девушка сказала, баба без мужика все равно, что ампутант. Смешно, да? А вы... Вы сами-то вы... Вы замужем? Вы счастливы? Я не замужем и счастлива. Давайте продолжим. Я прошу вас, выпишите мне, пожалуйста, какую-нибудь таблетку посильнее. Или нет, лучше вы меня положите в вашу клинику. Я буду лежать, он будет меня навещать. Все-таки меньше времени будет со своей этой проводить. Я же точно не здорова. Может быть, он поэтому от меня гуляет? Вы абсолютно здоровы. Нет, я прошу вас, пожалуйста, положите меня в клинику. Я буду лежать на массаже, буду думать, что во мне такого негодно, что я с этой жизнью, ну, совершенно просто не справляюсь. Скажите, вы сами справляетесь или нет? Давайте поговорим о вас, да? Пойдем. Двум несчастным бабам всегда есть о чем поговорить. Продолжение следует... О! Привет, сосед! Где пропадал? За городом был. А? Как Маринка твоя? Все окей? Все окей. А расстались успешно. О! Переживаешь-то? Старик, чё пришел? Мать честная, у тебя пустой холодильник. Мышь повесилась. А ко мне моя отвернулась, а? Готовит катя с пулемета. Первое, второе, компот, салат. Пошли ко мне, поедим. Нет, старик, спасибо большое. Я устал, я хочу отдохнуть. Так что... Что такое? Пропадаю. Выручай. Что случилось? Эх, ну я же не знал, что моя внезапно так ко мне вернется. На прошлой неделе познакомился с девушкой, свидание назначил, а тут дом моя. Ну, жена, дочка. Ну... Позвони, отмени, что... Не могу, ну не могу я ее отменить, ты понимаешь? Это такая девушка. Ну таких сейчас не бывает. Сказка, ну я тебе кляну. Что, решил эту сказку про запас оставить? Ну, типа того. Я тебя прошу. Я тебе ее сейчас приведу. А ты, ты ей скажи, что я с женой разведен. Что мы с ней чужие люди. Ну, ты сам знаешь, что сказать любовнице. Нет, не знаю. Я женат не был. Поэтому любовницам не врал никогда. Старик, разрули свою ситуацию как-нибудь сам. Хорошо? Ну, пожалуйста. Пожалуйста, Илюш. Полчасика. Полчасика. Я тебя прошу. Посидишь с ней, чаю попьешь. По квартире экскурсию проведешь. Потом посадишь ее на такси. И все. Пока. Выручай, а? Ты навсегда ранен в личной жизни. Ты это знаешь? Да. Так. Полчаса. Полчаса я вру про твою жену и вызываю такси. Все. Спасибо. Спасибо, старик. Все. Открыто. Кто здесь Илья? Ну, если один из нас Илья и Илья, это не вы, то значит Илья это я. Потому что тут один из нас должен быть Илья. Неужели это непонятно? А я Лена. Сварим кофе? Сварим. Но у меня больше ничего нет. А у меня все с собой. Я всегда ношу на свидание все с собой. А что так? Не доверяешь мужчинам? Абсолютно не доверяю. Приходишь после тяжелого дня, а он тебе цветы. Зефир. После работы лучше встречаться в ресторане. Нет, не лучше. Все пока. В ресторане от еды размякнешь, тебе захочется спать. И потом же нужно ехать к нему и страсть изображать. А потом еще нужно как-то до дома добираться. А чем не вариант заснуть на плече любимого мужчины? Это худший вариант. Вот ты подумай. Он же тебя попросит помочь ему выбрать занавески на кухню. И что? Занавески в любом хозяйстве? Занавески – это минутное дело. Но ты же знаешь, что занавески на кухню, коврик, ванную – это же привязывает гораздо больше, чем секс. А ты, я смотрю, у нас свободная. Да, я абсолютно свободна. Угу. Ты, наверное, удивляешься, зачем я приехала к твоему соседу, который то разведен, то женат. Нет, мне все равно. И, тем более, кофе уже готов. Присаживайся. Знаешь, свобода дает массу возможностей. Вот у меня обломилась с одним. Зато с тобой познакомилась. Я надеюсь, у тебя нет бывшей жены, которая именно сегодня решит помириться? Нет, я один. И жены никогда не было. Даже не знаю, хвастаться этим или стыдиться. Извини, позвоню. Таня, привет. Узнала Илья, да. Слушай, ну что там у Сереги? Сдал? Отлично! 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 Ну, молодец! Нет, я не сомневался. Слушай, видишь, как у вас все здорово получается, да? А, пропала. И за что выпить? Да. Выпьем за одного хорошего парня, которому сейчас ничего не мешает исчастливить мир. Сын? Нет, не сын. Просто знакомый парень. Я думаю, мы с тобой похожи. Думаешь? Ну, мне так кажется. Ну, я, конечно, моложе, но я хотела бы в твоем возрасте так жить. Как? Лен? Ну, ты же совсем не знаешь, как я живу. Что нам не мешает узнать друг друга получше? Слушай, я вчера остался с одной женщиной, для меня очень дорогой. Понимаю. Не проблема. Отложенный роман, это даже лучше. Я подожду. А как же наш сосед? А мы за него выпьем. Выпьем за тех, кто выбирает тухлые отношения с бывшими женами. И за то, что нам они абсолютно не интересны. Лихо. Володя, вся моя жизнь какой-то, какое-то дурацкое стремление соответствовать вот тебе и твоей семье. Единственный человек, который делал меня счастливым, это Даша. А как же наш родой? Да как-то что закончится, а? Главдия Петровна! Вы на меня опять протекли. Вы почините, наконец, ваши трубы, а? Да не нужны мне ваши извинения. Капля? А для меня это последняя капля. В том смысле, что мне жить не хочется. А вы со своим потолком мне тут капаете и капаете. Даже на люстре не повесится. А для меня это последняя капля. Слушай, может я все-таки подниму пожилая Сереге чего-нибудь хорошего? Не надо, Марине больно, не надо. Злодея, да? Вот всех обидов, правда? Я тебе благодарна. У меня есть одна просьба. Слушай, ну расскажи, как чувствуешь себя? Я хорошо. Хорошо? Да. Эх, ну что за просьба? Кате плохо. Она не выходит из комнаты, она не ест, не пьет, сидит, закрылась, слушает музыку, Марина уже сходит с ума. Ну хорошо, а чем я могу помочь? Да уже все готовы, чтобы она пела. Пускай хоть на пупе вертится. Только не сидит вот так. Ну она не звонит мне. Ну она тебе и не позвонит. Позвони ей сам. Ты же можешь ей сам позвонить. Уважаемые пассажиры, заканчивается регистрация на рейс 375 Москва-Лонка. Стойки регистрации 122. Пойду, ладно. Подожди, слушай. Прославляйте там этой в Англии, нашу науку. Тебе родить легко. Ну и возвращайся скорее. Спасибо. Пока. Знаешь, что еще? Твоя жизнь это одна сплошная ошибка. Ты меня доведешь до инсульса. Мечтаю довести тебя в другой ситуации. Твои знакомые уверены, что у нас роман. Все. Прямо я все. Мне нужно нутное. Ладно, дедуль. Пошли отдыхать. Лен, ты чего? Слушай, ты еще не очухался от своей прошлой любви? Слушай, а просто дружить с мужчинами ты не умеешь? Ну, рано мне еще дружить. Потому что после сорока, когда у меня щеки отвиснут и задница отрастет, вот тогда я буду дружить. Слушай, ну ты мне так нравишься. Ну, прямо в животе ноет. Тебе вон, от сока ноет, 30 стакан уже пьешь. Слетаем к морю? Много работы, скоро конкурс. Кстати, я так и не знаю, чем ты занимаешься, мам. Учусь. Институт экономики. Надеюсь, диплом получить и отдать его предкам и забыть о нем. Ну, кормить кто будет? Замуж ты не собираешься? Ну, пока родители кормят. Ну, потом я рассчитываю встретить правильного мужчину, с которым я смогу кайфовать по жизни. Ты, кстати, подходишь. Не, 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 не подхожу. Нет, нет. Мне тебя не потянуть. Ну, расскажи мне, почему ты расстался с той, со своей прошлой любовью? У меня слишком большая семья. Я бы никогда не был для нее даже старым. А быть не единственным для любимой женщины я пока не готов. Я понимаю. Я потому и не связываюсь с женатыми. Быть не первой, это отстой. Ладно. Ты отдохнул? Нет. Вперед, вперед, пошли, пошли, пошли. Я вообще не знаю, как вот это вот готовить. Женокоробкин это ужасно мелко написано. А ты учись готовить не из коробок. Из коробок любой мужик приготовит. А знаешь, я не повариха. Вообще, мой путь к сердцу мужчины не через желудок пролегает. Ясно тебе? Очень даже зря. Ну, скажи мне, я тебе нравлюсь. Нравишься? Ну, конечно, нравишься. Очень нравишься, да? Ну, долго ты еще будешь страдать по своей бывшей? Чего-то я проголодался. Ты как? Давай я омлет пожарю. Тебе яйцо с колбасой и сыром, да? Сорить, не сорить? Точно, омлетик. Мне все равно с колбасой и сыром. Знаешь, я вообще не привыкла, что мужчины при мне занимаются хозяйством. У нас вообще с тобой роман или что? Отправлю на такси домой. Илья, ну вот, давай я тебе помогу забыть твою бывшую. Хочешь? Ну, попробуй. Ну, вот смотри, ты вот сейчас должен представить ее и объективно оценить. Симпатичная? Да. Нет, ты поподробнее. То есть представь ее лицо, волосы, ноги, руки. Ну, давай. Нормально? Ну, представил, вроде неплохо. Ну, вот видишь, вроде неплохо. Вроде неплохо, это означает, что она уродина. А теперь следующий вопрос. Вот она умная? Ну, не дура. Не дура. Значит, с мозгами у нее тоже не все шикарно. А теперь самый неприятный вопрос. Сколько ей лет? Все солить? Это означает, что не очень-то свежая у нас тетка, понимаешь? Позволь же меня. Мне все равно. Красивая она или уродина. Сколько у нее ног. Кривые они. Или есть они есть, или нет их. Мне все равно. Но когда я о ней думаю, я дышать не могу. Ты понимаешь? Так что я сейчас нажарю тебе милет, сварю кофе, как ты любишь, и отправлю домой. Хорошо, зайца? У твоей девочки явно есть дарование, но за такой короткий срок мы бяд ли ее чему-то научим. Давай готовить ее на следующий конкурс. Катя, выйди к нам, пожалуйста. Кать, наушники сними, провода порвешь. Кирилл, помоги. Давай. Тихо, тихо, тихо. А я почему-то уверен, что все получится. Ты знаешь, я не первый год в этом бизнесе. Меня сложно удивить чем-то пением, а вот в нее я верю. Будем работать. А я работаю, но мы ее так загоним. Кать, ты устала? Не, не устала. Давай работать. Может, булочки, конфет? Нет, не надо. Давайте работать. Кать, ну, не правда, по-честному скажи. Может, устала, правда? Слушайте, если вы устали, идите, ешьте свои конфеты, а я буду работать. Все, продолжаем работать. Кать, папа тебе прислал фрукты из Италии. Супер. Вам просили передать, чтобы вы ребенка не мучили. Еще час и домой. Здравствуйте. Я жду ее в машине. Это что было? Девочка непростая. Непростая. Так, угощайтесь. Только быстро и работаем. Угощайтесь, угощайтесь. И? Слушай, давай зайдем еще туда. Не, не, ну ты что? Ну, просто я там такую сумочку увидела. Ну, пожалуйста, давай зайдем. Да, перестань. Слушай, я тебя догоню сейчас. Не, 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 подожди, ну, пошли, пойдем домой. Ну, я тебя догоню. Я сейчас приду, сейчас. Ах. КОНЕЦ Девушка, пожалуйста, давайте выйдем. Сейчас я... Ну, вот он, куда же он делся? Илья! Илья! Илья, вот ты где. Посмотри, пожалуйста. Все нормально у тебя? Все в порядке? Да, все хорошо. Пойдем домой? Посмотри, пожалуйста. Вот две сумки, которые мне нужны. Какую выбрать? Ну, обе хороши. Ты бледный какой-то. Все нормально, точно? Да, все хорошо. Пойдем. Ну, так какую сумку взять? Ну, все хорошие. Пойдем. Слушай, ну, мне нужна одна сумка. Ты можешь просто сказать и все? Домой возьми, дома разберемся. Это возможно. Вы кредитки берете? Ну, все, берем домой две сумки. Что непонятно? Хорошо, у тебя точно все в порядке? Что случилось-то? Тебе позвонили, что ли? Да, мне позвонили. И знаешь, что сказали? Сказали, что на землю надвигается вот такой метеорий. Представляешь? И что через час тебе ни одна из сумок не будет нужна. У вас веселый муж. Да, очень веселый. Хохочешься. Анна Семеновна, я думала, просто возрастной сбой. У этого сбоя уже сердце вовсю лупит. Иди посмотри. Ой, нет. Что теперь мне делать, сам? Тебе ничего. Я у тебя Катерину приняла, Сережу приняла. И этого приму. А на этот раз отец есть? Понятно. Ты своим традициям не изменяешь. Ой, как-то мне ужасно. Не везет. Не везет. Знаешь, у меня сегодня три женщины беременных было и двенадцать. Двенадцать, Марина, по поводу бесплодия. Не везет ей. Привет какой-то. Я скоро внук родится в Лондоне. Хорошо. Ну, в Лондоне. А этот, третий, в Москве. Ну, Марин, ну улыбнись. Ну, да. И дело, конечно, твое, но отцу сказать надо. Ты мое мнение знаешь, оно не изменилось. Мужчина имеет право знать, что он станет отцом. Там уже не важно. Дело его. Совести, там, чувств к тебе. Но сказать надо обязательно. Поехали домой. Ты вообще не умеешь пить. И пока на магах стоишь, я тебя до такси дотащу. Я норм. Поеду на машине. На какой машине ты сейчас поедешь? Скажи, ты сейчас едва сидишь. Что у тебя случилось? Лен, а езжай домой. Слушай, скажи мне просто, что у тебя случилось? Я смогу тебе помочь. Ты мне? Смотри на меня. Смотрю. Смотри. Ты видишь перед собой последнего дебила. Нравлюсь? Нравишься. Все, поехали. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай. Сижу. Давай. 90 килограмм, придурка. Как просто дать все. Как жизнь у меня. Я видел ее сегодня. Кого ты видел? Видел ее. Любовь, счастье. Радость видел. Все не мое. Все твое, все твое. Хватит. Все, все, тихо, тихо. Все, держи. Все, пошли. Хорошо, все твое. Ты его так талантливо накачала. Он не яйца. Он мне когда позвонил, ему уже плохо было. Как так можно жить? Ни еды, ни лекарств. Ничего нету, а? Слушай, по-моему, надо врача вызывать. Да не надо ему врача, Роман очухается. Не жалеешь, что меня на этого алкаша-то променяло? Не алкаш, но у меня что-то случилось. Правда? Зря время на него палишь. Не женится он у тебя. Я не хочу, если бы он на мне женился. Серьезно? А что ты хочешь? Я хочу быть с ним, буду с ним. А я, конечно. А ты вообще при чем здесь? Ёлки-палки. Тихо, 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 Илюха. Поднимайся, старикан. Давай, давай. Что ты делаешь? Иди чаю ему сделай, горячего. Крепкого только сделай, с лимоном. Давай, донесем она до ванной. Ой, давай, давай, давай. Попался. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Иль, я дома. Я звонила, он не брал трубку. Дома, но он в ванной. Мы просыпать собирались. Ему передать что-нибудь? Нет, спасибо, извините. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Уйдись! Всем спасибо, все свободны. Все, я пошел спать. Закажи такси. Да ладно, не надо, я сам ее отвезу. Давай я останусь. Вдруг себе ночью опять будет плыть. Что? Плохо? Плохо мне теперь будет всегда. На ощупь счастья снова ищем в темноте Где лица разные, но только все не те И так скучаем по несказанным словам А может быть, ты где-то рядом Вот если так же споешь на конкурсе, у нас есть шанс. А я лучше спою Лучше не надо Устала? Нет, не устала Дома как? Все нормально? Не твое дело Работаем? Работаем Когда любовь найдет меня Я утону в твоих глазах И будет вечная весна Здорово, да? И дни похожие на чудо Умница Молодчага Умница 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 Просто молодец Умница Это победа Пасчет голосов Ждем, ждем, ждем И мы ждем результат Семьдесят 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 Три Семьдесят Пять Семьдесят Семьдесят Красавица Катя, пройдите на сцену Вас ждут зрители Итак, встречайте Вы видите Нашего шоу Екатерина Поздравляю тебя Папа Я вас тоже поздравляю Вы большая молодец Поздравляю Не расстраивайтесь Все будет хорошо Невероятно По-моему А? Вот она Вот она Вот она Пап, папа в Англии покажет В Лондоне, покажет, сколько я пела Да папа, про платья тебе по всему миру покажет Да Эта девочка умеет вкалывать, как стадо валов За очень короткий срок она достигла вот такого результата Ей сейчас нужно серьезно будет начать обучение, заняться вокалом Что не отменяет гастролей Пойдите Папа сказал, что вот это вот все Секундочку Он купил для меня Что такое? Я хочу знать Я хочу знать, сколько он заплатил лично тебе Катя, не смей этому верить Как же здорово, что ты бросил маму И что я никогда больше тебя Никогда, слышишь меня? Никогда больше тебя нигде Катя, не смей этому верить Ну-ка, верни ее Катя, Катя, Катя Катя, вернись Катя, Катя, вернись Они такие безумные цены на рекламу заламывают, что нам даже успешным туром не отбиться Смотри, смотри Смотри, что творят Да, без те рекламы нам точно не обойтись Ну, надо еще будет поторговаться Ну, нужно Просто у некоторых людей от бабла уже мозги поплыли Слушай, я тебе не успел сказать Знаешь, я тут с друзьями гулял Оказывается, на конкурсе бабла никто не брал Можно верить? Поговаривать не хочет Ты сам-то как? Нигде не появляешься, никуда не ходишь Депрессняк или Романов? А ведь я тогда поверил Всегда же берут Понимаешь? Ведь это настолько очевидно, что рядом с ее голосиной вообще никто не стоял Ну, или осталось в людях еще что-то, кроме огромного желания хапануть побольше Ну, а вдруг есть надежда? Осторожней! Осторожней! Тихо! Я все делаю осторожен Так-то... Тихо ты! Держу, держу, держу! Я же говорила, что ты точно свалишься с этой лестницы! Предупреждала тебя! Да Мне кажется, молодой человек, что вы меня сейчас спасли Бог послал вас в Оврин Разрешите, я вам помогу? Да, конечно Только осторожней Я же не знаю, как нам вас благодарить Ну, пообещайте мне не пользоваться этой стремянкой Потому что она сломана Так, ровно? Да А? Обещаю Скажите, Катя дома? Катя? Нет, Катя не дома Мы одни, мы тут пытаемся навести порядок Ну, с переменным успехом Жаль Хотел слова ей важные передать Может, вы передадите, но только нужно слово в слово Лучше запишите Да, я могу запишите Нет, я запомню Мозг единственное, что у меня стареет меньше всего Говорите, я передам слово в слово Хорошо, запоминайте Катя Телеконкурс ты выиграла совершенно честно У тебя редкий талант и большое будущее Ты должна об этом знать Передадите Передадите Все передам Ну, все, всего доброго Счастливо Подождите Слушайте, а если у вас есть три минуты, могли бы вам нам еще помочь Отнести вот эту коробку на второй этаж Ниночка И матрасик Не надо Не спеши Спасибо Не надо, мы сами Помогу Ну, мы даже не знаем вашего Эту коробочку, да? Вот эту Илья Илья Это ж он Это он Спокойнее Он Спокойнее Вы Здесь уже бывали? Бывал Я за матрасиком Подождите Подождите Это он Он Я прошу тебя спокойно Возьми себя в руки Подождите Я прошу тебя спокойнее Я прошу тебя, будь спокойным Что вы здесь делаете, милый мой, а? Возьми себя в руки В смысле? Вы же меня сами попросили Нет, я спрашиваю, что вы сейчас здесь делаете? А Давай Не будем вмешиваться в жизнь нашей дочери Илья Вы друг Марине? Друг? Друг, правда мы давно не виделись Вот Вообще я пришел Кате передать Кате все передаст мой муж Да, я все передам Я давно живу на этом белом свете И во времена моей молодости Мужчина, который был близок с женщиной Он назывался не другом Вот далеко не другом Возьми себя в руку Извините, я пойду Спокойнее, я прошу Такой мужчина В худшем случае назывался Называется любовником Я прошу тебя успокоить А в лучшем мужем Я хочу вам совершенно Спокойно сказать, что Марина вчера родила вам сына Да Четыре килограмма триста грамм Катя уже в клинике Сейчас прилетают Сережа, Таня И дочка Верочка Он Катя уже в ходе Старший инспектор ГИБДД, майор Салтыков. Ваши документы. Командир виноват, превысил. Слушай, у меня жена родила сына. Ну, тороплюсь я, правда. Ваши документы. Ну, я тебе говорю, у меня у старого дурака сын родился. Понимаешь? Ваши документы. Выглядите вы странно. Придется отдыхнуть. Пройдете в мою машину? Ладно, хорошо. Сузуна Рукова. Куда? Стоять, я сказал! Заводи! 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 Взял-взял два! Бахилы-то бахилы, а бахилы! Бахилы! С ума пошли! Что он тянет? Вставай! Разбить, раздевать! Бахилы! Кто его пропустил на охране? Кто пропустил его? Эй с халатой бахил нельзя! Я старший инспектор ГИБДД майор Салтыков, понятно? Не положено бахилы! Берите руки свои, что вы делаете? Не положено! Что не положено? Все наденьте бахилы! Бахилы! Это больница! Будьте любезны! Это тебе! Нет! Великоватно! А вот сюда! Подержите, пожалуйста! Ну вы что? В плену дождей и вьюг уходят день за днем, а мы по-прежнему одни, а не вдвоем. Проходим мимо и не слышим сердца стук, и вновь и вновь отводим взгляды. Мы на ощупь счастья снова ищем в темноте, где лица разные, но только все не те. И так скучаем по несказанным словам, а может быть, ты где-то рядом. Когда любовь найдет меня, застынет время на часах, как безымянная звезда, она придет из ниоткуда. Хочу подержать. Нет, 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 я боюсь. И будет вечная весна, и дни похожие на чудо. Субтитры создавал DimaTorzok